Девушки отдыхают Егор Летов спорит с Александром Колчаком о будущем России. Этот стоп-кадр недели мы поймали в коридорах Пятого театра. Артисты сыграли премьеру спектакля про город, пригласив зрителей в путешествие по омскому подсознанию. Достроить несуществующее метро и заодно оживить на сцене главные городские мифы решили омский драматург Серафима Орлова и питерский режиссер Денис Шибаев. Год назад они вместе с актерами пошли в народ и записали сотни интервью, чтобы понять, почему Омск для всей России превратился в город-мем и стоит ли на самом деле его покидать. В итоге коллективное бессознательное чуть не победило самих создателей постановки. Путаницы в истории Третьей столицы и представлениях о мечей о малой родине оказалось немало. Любочка, что она значит такая заступница, что она посадила рощу, что она защищала больных и бедных, рано умерла от чахотки, это на самом деле сплав из сразу трех жен тогдашнего губернатора, не имеющие отношения к реальной Любочке. Но у нас эта Любочка существует на самом деле в ткани нашего спектакля. Правда, она на самом деле сумасшедшая, которая воображает себя этой Любочкой. В этом мифическом городе по улицам разгуливает нижняя часть сантехника Степаныча. Болельщики авангарда приходят на матчи к опустевшей арене, а омская каторга все еще ждет своих птенцов. Тайны, страхи и мечты вечно недовольных о мечей озвучивают то ли призраки, то ли двойники, то ли ожившие памятники. В атмосфере сумасшедшего дома актеры и без того люди суеверные начали ощущать мистическую ауру героев. С колчком мы оказались по годке, ну только с разницей, конечно, в сто лет. У нас один знак зодиака в пять дней разницы. Ну то есть что-то начало какие-то вещи такие странные. Вот у нас Евгений Фоминцев, он играет роль моего копиранга. Оказывается, у Колчака копиранг был именно Фомин. Представляете? Конечно, я не хочу закончить как Колчак, поэтому я вот в Иркутск в двадцатом году не поеду. Постараюсь. Я думаю, ко мне не может быть никаких претензий, потому что я играю не Егора Летова. Это фантазия на тему, какой мог бы быть в городе памятник Егору Летову. Ни в коем случае это не троллинг, это затрагиваются очень серьезные темы. Может, ну пусть и таким очень странным языком. Что станет с городом, когда его покинет последний житель? И о чем сегодня кричит внутренний амич? Авторы спектакля гадать не намерены. Комедийный сюжет в финале оборачивается призывом к зрителям. Представьте себе ситуацию. Мы живем в квартире, приходим на кухню и говорим, о, что-то из окна дует. И начинаем, о, она из окна дует, но все равно продолжаем жить. Заходим в спальню, говорим, о, что-то здесь воздух сухой, все равно здесь живем. Человек должен сам делать свой город крашен. Нужно либо самому измениться, либо перестать ругать. Ну, проще взять и починить, исправить, чем ходить и говорить, что все вокруг говне. Какие тайны скрывает легендарный пароход «Титаник»? Что происходит в поезде, летящем ночью со скоростью 120 км в час? И о чем бы поведала печатная машинка, если бы смогла заговорить? К голосам механизмов на этой неделе прислушался Омский симфонический оркестр. Артисты сыграли новую программу «Восстание машин». Рассказать о ней подробнее мы пригласили музыканта Григория Вевера. Специально для этой программы я оркестровал два саундтрека к фильму «Терминатор» и к фильму «Трансформеры». Готовых партитур к фильму «Терминатор» в принципе нет, потому что в нем звучит электронная музыка, кстати, сыгранная вживую, Брэд Фидель сыграл и записал вживую в 1984 году, вот, я кстати родился в этом году. Ну а моя задача была, я взял главную тему и оркестровал на симфонический оркестр. Конечно, пришлось что-то тут сочинить, что-то адаптировать. «Терминатор» Что он ассоциируется, какие звуки с машинами, со станками, это что-то ударное, что-то громкое, поэтому ударные инструменты в этой программе раскрываются во всей своей красе. Представлено много видов и редких инструментов, и этнического происхождения, также и какие-то аккорды медных духовых инструментов, и различные нестандартные приемы звукоизвучения на струнных инструментах. Играть это даже и физически сложнее, я могу сказать, как оркестрант, но и сложнее эмоциональнее, потому что вот эти повторяющиеся ритмы, повторяющиеся паттерны, от них, конечно, устает наше сознание. Вообще я вот к этому засилию техники и всех этих гаджетов отношусь негативно. И я не скажу, что это меня настораживает или пугает, еще рано, наверное, об этом говорить, но все-таки вот в нашем мире уже сейчас даже хочется и в музыке, и в концерте, больше хочется именно эмоций, именно человеческих переживаний и чувств, потому что и так нас окружает много техники, много технологий, и мы уже привязаны и к телефонам, и ко всем этим техническим моментам, что вот хочется от них как-то иногда отдалиться. Всю неделю в Музее искусства Омска будет работать выставка «Энергия абстракции» в экспозиции картины 40 художников Сибири и Урала. В понедельник играют нервы. В рамках гастрольного тура омичи одними из первых услышат песни из нового альбома рок-группы «Слем и депрессия». В среду группа «Мумий и тролль» приглашает на вечерний чай – акустический концерт, где прозвучат редко исполняемые песни и любимые хиты в необычных аранжировках. В четверг в прокат выходит мультфильм для семейного просмотра «Волшебный парк Джун». Главной героине придется пройти ряд испытаний в парке аттракционов, чтобы спасти дружбу. Самых маленьких ждут в Орликине в субботу на спектакль «Ухти-тухти», поставленный по мотивам сказки английской писательницы Беатрис Поттер. В воскресенье «Орфей» спускается в ад в Омском драмтеатре. Режиссер спектакля – номинант «Золотой маски» Андреас Мерц-Райков. Время не остановилось, но никакой суеты. Музеи врубили атмосферу буддийских храмов. Здесь восседает сам просветленный, а рядом с учителем двое архатов, так называли учеников Будды, достигших нирваны. Это точные копии статуй, украшающих храм XVIII века Тэйфеонг во Вьетнаме. Подарок советскому народу, сделанный в знак дружбы в середине прошлого века. На страже буддийского спокойствия – львы, мифологические персонажи Ши Цзы, королевская охрана. Об этом говорит символ Ван, который так и переводится – царь. Вьетнамцы сделали копии именно лучших своих памятников. Львы из храма Батап – они XII век. Это, собственно говоря, начало как раз проникновения буддизма, это династия поздний Ли. Вот фрагменты башни девяти цветов лотоса. Она возвышается в центре храма Буддхап во Вьетнаме. По экспонатам можно судить не только об архитектуре, но и о внутреннем убранстве буддийских храмов. Я сама художник. Для меня это одна из самых интересных тем, потому что здесь представлена древняя скульптура, танка, живопись тибетская. Тоже очень интересно посмотреть, особенно мне интересен цвет, сюжеты. Какое духовное пробуждение без чашки чая? По одной из легенд, чайные церемонии в Поднебесной – дело рук буддистских монахов. Напиток сопровождал ритуалы и медитации. Чайная традиция закрепилась в высшем свете Китая и стала привилегией мужчин. К слову, в Китае и Японии права и обязанности мужчин и женщин были строго регламентированы. Два разных мира – инь и янь. И именно здесь, на выставке, можно увидеть и прочувствовать все единство противоположностей. Мы показываем каллиграфию. Каждый чиновник, прежде чем занять свою должность, должен был сдавать экзамены. Вот каллиграфия входила в одно из умений чиновника, настоящего китайского чиновника. Женщине оставался у дел дома. Она вела домашнее хозяйство. В Японии мужчина, кстати, не имел права прикасаться даже к финансовой стороне домашнего хозяйства. Традиционная китайская живопись – графика предметы быта. Эту коллекцию начали формировать еще в XIX веке в западно-сибирском отделе императорского географического общества. Археологи, исследуя приграничные территории, привозили из экспедиции артефакты. Век спустя эта коллекция на весь золото. Есть вещи, которые никогда не показывали зрителю. Здесь есть вещи, которые очень редко показывали зрители, показывались давным-давно. Это танка, которая прошла реставрацию в этом году. И здесь, конечно же, есть графические листы, которые тоже зритель никогда не видел. Это Восток, это эмоции, но только надо обязательно настроиться на Восток, что это спокойно, что это монументально, что это здорово. Сегодня о своих кинопредпочтениях расскажет народный артист России, актер театра «Линком» Александр Лазарев. Как мне кажется, у нас огромный сейчас рывок, происходит такой квантовый скачок в сфере сериалов. Вот два сериала я по ночам с супругой посмотрел. «Домашний арест» — это прекрасная комедия с элементами лирики и драмы, и сатиры. Такой, такой общедрин абсолютно сегодняшний. И драма «Звоните декабрю», конечно. Великолепная работа нашего товарища Андрея Бурковского. Вот я ему уже говорил, поздравлял его с этой работой. Так что вот это из моих впечатлений, последних, самых последних минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова